Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 22 тура серии А Интерлаццо. Встречаются вторая и четвертая команды текущего сезона. Очные матчи. В последних десятиочных матчах команды поровну играли на обе забьют да нет и на тотал меньше больше. В этой паре чаще выигрывают гости 5 побед против двух ухозяев при трех ничьих. Последние четырёчных матча на поле интро прошли на тотал меньше полтора. Статистика команд. Интер в последних десяти матчах имеет 4 победы 4 ничьих 2 поражения. Лаццо в последних десяти матчах имеет 7 побед 1 ничью 2 поражения. Интер не пропускал в последних четырёх матчах серии А. Лаццо выиграл последние 6 матчей в серии А. Как видим в последнее время Интер играет нейтрально в плане результативности. Лаццо чаще результативные матчи. В предыдущем туре Интер выиграл у Фиорентины 2-0 Игра была примерно равной, но чуть острее атаковали гости В первом тайме прошел дальний удар у Бореллы В тайме втором Интер разыграл быструю комбинацию по правому флангу Которая закончилась ударом Перишича по пустым воротам Лацо минимально обыграл Кальяри Хозяева полностью владели инициативой, пока не забили гол После этого он уже атаковал Кальяри Имел пару неплохих возможностей, чтобы забить Но исполнительского мастерства не хватило, чтобы воплотить в забитые голы опасные моменты В матче первого круга была ничья 1-1 Интер среди недели играл ответный матч в полуфинале Кубка Италии с Ювентусом Который закончился без забитых голов Команды создали по 3-4 голевых момента, но не реализовали ни одного В итоге в финал вышел Ювентус Лацо сейчас находится в очень приличной игровой форме 6 побед к ряду, очень хорошая серия У Интера в конце первого круга была серия из 8 к ряду побед Интер очень давно не пропускал Тут бы уже должно залететь, тем более, что Лацо играет результативно в этом сезоне Должно бы залететь и у Интера Команда Конте в этом сезоне очень хорошо играет дома, 8 побед в 10 матчах Лацо играет примерно одинаково, что дома, что на выезде В последние годы в очных матчах Лацо и Интера, особенно в Милане, забиваются крайне мало голов Остается лишь догадываться, сохранится эта тенденция на этот матч или же команды порадуют забитыми голами Лацо в выездных матчах с сильными командами в этом сезоне, как правило, играет результативные матчи Интер дома с сильными командами играет примерно 50 на 50 Если не случится каких-то неожиданностей, матч, скорее всего, пройдет в примерно равной борьбе Гости, по идее, должны бы играть первым номером Хозяева будут действовать на контратаках, как это они любят делать больше всего Все же, наверное, стоит ожидать, что должны бы забить обе команды на этот раз Но при этом вряд ли команды разойдутся более чем на три гола То есть должно быть что-то либо 1-1, либо 2-1 в пользу одной из команд Победитель в этом матче вряд ли выиграет с разницей более чем в один мяч Если исходить из этого предположения, можно играть ставку на победу гостей с форой плюс 1 за 1.68 Из связки ставок тотал меньше 3.5 обе забьют до победа гостей с форой плюс 1 Самый высокий коэффициент стоит на победу гостей с форой плюс 1 1.68 На обе забьют до 1.61, на тотал меньше 3.5 1.49 Как видим, на все предлагаемые варианты даются низкие коэффициенты При этом особой уверенности ни в одной из этих ставок нет В таких случаях можно идти по гусарскому варианту и брать ничейный вариант исхода матча В нашем случае за него дают очень приличный коэффициент 4.10 Если же выбрать что-то более надежное, наверное, обе забьют до будет самое то Все-таки 4 последних очных матчах на поле Интера на тотал меньше 1.5 Это достаточно веская причина, чтобы предположить, что в пятом очном матче на Джузеппе Мяца Будет забито более 1 гола И в норме здесь должны бы команды расщедриться хотя бы на 3 голешника При этом, если предположить, что Интер не сыграет пятый к ряду сухой матч А Лацио не выиграет седьмой к ряду матч То получается, что забивать будут обе команды Поэтому этот вариант ставки можно признать наиболее ожидаемым на этот матч Но у вас может быть иное мнение на этот счет На этом все, Дядя Юра верит, что у вас все получится Всем оптимизм и удачи, будьте здоровы! Продолжение следует...